До недавнего времени у США, оказывается, это просто записывать надо, не было необходимости в создании гиперзвукового оружия. Но Россия и Китай являются движущей силой американских разработок. Таким вот чудным и даже, можно сказать, дивным откровением поделился на CNN вице-адмирал Джонни Вульф. И также бравый товарищ уточнил, что ряд провальных испытаний США в области передовых технологий гиперзвука – это мелочи, и надо не бояться неудач, а учиться на них. В общем, скупая мужская слеза прямо катится из глаз. Какие нехорошие эти ваши Москва и Пекин, у которых получилось создать ракеты, которые, может быть, и не супер-дупер, как у непобедимого Пентагона. Но летают быстрее, попадают точнее, впрочем, о чем они просто летают, что в сегодняшних американских реалиях прямо-таки чудо какое-то. И снова и снова мы без шуток, ведь на днях Министерство обороны США провалило свой пятый в истории аудит, не сумев учесть более половины своих активов. Но, по словам его главного финансиста, эти усилия рассматриваются как получительный момент. Снова и снова вы, товарищи, тоже заметили знакомые нотки, правда, типа главная не победа, главное участие. Проблема в том, что после того, как 1600 аудиторов проверили активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на чуть большую сумму, что впечатлит любого американского пенсионера, официальные лица обнаружили. И оказывается, Министерство обороны США не может учесть около 61% своих активов, заявил журналистом контролер Пентагона Майк Маккорд. И мы даже не будем спрашивать, куда подевалась та самая хваленая западная эффективность, про которую нам все эти годы рассказывали хоть Григорий Явлинский, хоть Алексей Кудрин, кто переходит, как пишут СМИ, в Яндекс, господа гусары молчать. Интересует другое, кто-нибудь сомневается, что в НАТО, которая была создана как покупатель продукции Пентагона, порядка не сильно больше. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, борьба за демократию и европейские ценности привела к издержкам для населения стран Запада, заявил непобедимый агенция КНАТО Йенс Столтенберг, что да-да, как мы уже отмечали, теперь фирменный знак изоляторов Кремля. Мы, говорят леди и джентльмены в красивых костюмах, потратим еще много-много денег налогоплательщиков и пенсионеров, вчера, казалось бы, золотого миллиарда, а вы там держитесь. Причем, перечислять проблемы Североатлантического альянса, где уже и техники не хватает, как заявляют на перебой, хоть Франция, хоть Германия, нам, если честно, лениво, пускай этим занимаются компетентные органы. Тут зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев дал прикурить, так сказать, непобедимым и отважным борцам за демократию. Цитируем, начиная с момента своего образования, НАТО многократно доказывала свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки стран и их прихвостней. При этом в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна, она должна покаяться перед человечеством и быть распущена, заключил Медведев. Говорят, но это не точно в кабинете Йенса Столтенберга всю ночь после этого горел свет и раздавались всхлипы. Но это точно не конец истории.